Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Очередная распаковка, она должна была быть чуть попозже, но почему-то мне доставили буквально за 10 дней, очень-очень быстро. Здесь платья, и после предыдущей распаковки я, если честно, немножко очкую распаковывать, потому что здесь 5 платьев или даже 6 в размере XS. Последняя маечка, которую я примерила в размере XS, она оказалась мне мала, поэтому я немножко даже боюсь, что я не влезу. Но если я не влезу, я подарю вам, любому, кто захочет из моего инстаграма. В общем, давайте приступим, я, если честно, сама боюсь, вроде как в прошлый раз мы в инстаграме мерили там меня, сантиметром снимала истории, что-то там думала, как, чего, почем. Но для начала хотелось бы отметить, что все товары, купленные в этом видео, в предыдущих двух видео, куплены за собственные деньги. Вот, пожалуйста, вам квитанция. То есть это не интеграция, поэтому я вам говорю честное свое мнение. Даже в прошлом видео, можно сказать, Шеин меня немножко разочаровал. То есть вещи были, ну так, немного некачественными, я вам это все показала. Так что в этом можете быть уверены на все 100%. Никто ничего мне бесплатно на обзор не присылал. Так, открываем. Вроде пакет маленький, но заказывала много чего. Надеюсь, что все влезет, я уже вижу. Так, первое платье, которое, кстати, я боялась больше всего. Проблема была в том, что размер S был немного большеват, а XS на 2 сантиметра меньше, чем мне надо. Вау, такой материал красивый. Ой, мне кажется, это платье будет очень-очень короткое. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, будет очень коротко. Цвет отличается, на мой взгляд, хотя вам на видео кажется такой же цвет, как и на сайте. На самом деле, в жизни он немножечко, прям совсем чуток потемнее, чем вы видите. Длина, не могу сказать, что оптимальная. Мне кажется, очень коротко, но в любом случае нужно мерить и уже потом говорить свой полноценный отзыв. Не знаю, как вам, но по мне платье село просто идеально, безумно элегантно, талия на месте, длина оптимальная. Единственный момент, чтобы я здесь исправила, я бы просто вот здесь вот сделала один такой небольшой шовчик. Возможно, даже сама сделаю вот здесь вот, чтобы не сильно вот так вот вываливалась грудь. Очень нравится. Но, девочки, учитывайте тот момент, что платье не супер длинное. То есть, я человек среднего роста, а может быть, для русских девчонок я вообще коротышка. Во мне всего метр шестьдесят шесть, тире, возможно, метр шестьдесят восемь. Но если вы, девочки, метр семьдесят пять и более, то платье для вас будет очень-очень кратковатое. Так что, учитывайте этот момент. А так, материал, фасончик мне очень-очень нравится. Я безумно довольна. Единственное, вот здесь вот так вот я сделаю небольшой шовчик и будет идеально. Второе платье тоже в размере XS. Некоторые в комментариях писали, почему ты говоришь каждый раз SSS. Чтобы вы знали, вы знаете мои параметры, мои пропорции приблизительно. И уже ориентируясь на то, какой размер заказываю я, вы можете делать вывод, что заказывать вам. Вау! Очень красивое платье. Мне кажется, тоже будет очень короткое. К материалу вообще нету претензий. Кое-где торчат нитки, но это не беда. Можно все срезать. Размер, как и полагается, XS. Никаких ошибок нет. Край обработан просто идеально, рукава фонариками. Цвет очень-очень красивый, но опять же, немножечко отличается от картинки. Все, что вы сегодня увидите, на картинке немножко посветлее, нежели в жизни. Как говорит моя мама, все мои наряды с открытыми плечами. Но нравится мне этот фасончик, ничего с собой поделать не могу. Что мне не нравится в этом платье, это размер. Не могу сказать, что это платье мне маловато, но лучше бы было бы, если бы чуток было посвободнее. Следующее платье из той же серии. Вау! Какой материал классный. Белое платье со звездочками. С очень интересным плечом. Одно плечо открыто, другое закрыто. По мне немного просвечивает ткань, хотя нет. Платье очень красивое и нежное, а самое главное, материал просто обалденный. Я безумно довольна. Если сравнивать два предыдущих платья, то это немножечко все-таки просвечивает. Самую малость, но все-таки это имеет место быть. Это, кстати, моя самая необдуманная покупка. Я долго не думала, она у меня в корзине не лежала. Вдруг я его увидела уже в конце, когда оформляла заказ и решила брать. И вы знаете, ничуть не жалею, можно носить абсолютно без бюстгальтера, так как сверху вот эти вот рюречки, ничего лишнего не видно. Длина оптимальная. Расцветка мне безумно понравилась. Мама в восторге от этого платья и говорит, что это лучшее платье за всю историю моих заказов. Я, конечно, определиться еще не смогла, какое из платьев мне больше нравится, но однозначно это я буду носить все лето. Обязательно надо сделать классные фотографии в Инстаграм. Учитывая ее небольшую стоимость, по мне обалденное качество, отличный материал. Расцветка интересная и фасончика такого у меня тоже в гардеробе нет. Как вы думаете, дальше что? А это опять платье. Очень бюджетный вариант, кстати, но мне понравилась расцветка. Вау, какое легенькое платье. Посмотрите, как красиво. Опять же проверяем, просвечивает или нет. Нет, оно настолько легкое. Но это, я думаю, я влезу, потому что здесь есть резиночка, она типа идет с запасом. Поэтому я думаю, что не только на XS и S пойдет это платье, но возможно даже где-то и на M. Это просто я заказала на повседневку. Опять же проверяем швы, они все аккуратно прострочены, ничего не криво. Все очень даже ровненько. А больше всего мне нравится материал, он безумно легкий. И летом, я уверена, что в таком платье точно жарко не будет. Кстати, вот это платье на мне тоже из распаковки SHEIN. Я вам в инфобоксе оставлю две предыдущие части, которые снимала. Возможно, вам будет интересно посмотреть, что я заказывала до этого. Первый свой заказ я была просто в восторге от всего, что получила. Второй, ну знаете, так. Эту красоту на самом деле я купила лишь из-за ее стоимости. Очень бюджетно стоила. И я решила не проходить мимо и на повседневку взять себе обалденное платье с таким красивым орнаментом цветочным на лето самое то. Единственный момент, который хотелось бы отметить, это то, что платье не соответствует размерной сетке. Оно значительно меньше, чем указано на сайте. Учитывайте эти моменты. А в этом платье я просто была уверена, что оно будет офигенное. Не знаю, у меня прям какая-то чуйка была, что понравится. Так, так. Цвет, конечно, обалденный. Платье не короткое. Такое, знаете, странного фасончика. Одна сторона здесь длинная, другая сторона короткая. Здесь уже не было размера XS. И слава богу, я взяла S. Очень такое скромненькое платье. Чтобы все не было однообразным, решила взять и такой вариант тоже. Я почему-то, когда увидела на фотографии, была просто уверена, что это платье мне подойдет. Иногда у меня такое бывает. Когда я что-то заказываю, например, какие-то позиции, я сомневаюсь. А будет ли это достаточно красиво? А понравится ли мне это? Этот вариант мне нравился прям на 100% по фотографии. Я была уверена, что он мне понравится. А это просто мне хотелось разнообразие. Я заметила, что все мои платья почти одинакового фасона, разного цвета. Решила взять что-то длинное такое, необычное. Цветочный орнамент, опять же, как и все остальные платья. Но куда же без этого? Очень понравилось. Просто легкое на лето самое то. Еще ремешочек. Кстати, ремешок я не сразу увидела. Сначала распаковал, наделал. Думаю, что-то не хватает. Потом посмотрела на фотографии, оказывается, здесь есть такой ремешочек. И потом уже заметила, что, оказывается, в пакете он имеется. Просто я его не заметила. Как вам? Пишите в комментариях. Из той же серии вот эта вот маечка. Точнее, не маечка, а блузочка. Сзади шнуровочка. Руки фонариками. Материал, ну, так себе. Я, если честно, ожидала, что будет что-то более такое приятное на ощупь. Я вообще человек, который очень любит тактильные какие-то ощущения. Я люблю, когда ткань приятно держать в руках. Что я, к сожалению, не могу сказать про вот этот вот топик, так скажем. Не могу сказать, что на 100% вот прям так приятно держать это в руках. Но самое главное, чтобы сидело хорошо. Шнуровка, я так понимаю, регулируется. Можно сделать чуть больше или чуть меньше. Но я думаю, что вот так как раз мне влезет. Это размер, опять же, XS. Ну, здесь, конечно, главная фишка сзади. Но, если честно, она меня немного разочаровала. Почему-то я думала, что ткань будет очень такой приятной на ощупь. К сожалению, это не так. И, учитывая тот момент, что эта блузочка стоила дороже намного, чем платье, мне кажется, если честно, она не совсем того стоит. Но взять взяла, ничего страшного, думаю. Можно комбинировать с джинсами или, например, вот с такими обычными брюками. Оооо, наконец! Вы знаете, когда я получила посылку, я вот так вот начала щупать, а интересно, что здесь, и прочувствовала что-то такое жесткое, вроде похожее на книгу. Я такая думаю, блин, что это? Я ничего такого не заказывала. Шла всю дорогу и такая думаю, блин, что это, что это, что это? А потом раз, и меня осенило. Я же заказывала себе вот такой вот пояс, или как правильно его назвать, он с ремешками. Давно уже хотела здесь в городе прикупить, но потом, когда увидела на шеин, он там намного дешевле, чем у нас покупать в городе, решила купить. Воняет, конечно, очень неприятно, но я думаю, что это все проветрится, и будет все нормуль. Он был в единственном размере, который, я думаю, идеально подойдет мне, да и большинству девушек, так как сзади имеется вот такая вот резинка, которая тянется. Плюс эти ремешки также регулируются. Есть дополнительные две дырочки, так что вам на заметку. Когда мамочка увидела эту красоту, на мне она просто начала угорать во весь голос на всю кухню. Но мне безумно нравится. Очень красиво, стильно по мне. Можно сочетать с разными луками. Я планирую, кстати, купить себе длинную рубашку, что-то вроде платья, белую, и вот с ней сочетать этот вот корсет, или как правильно назвать. Но я хочу носить еще и с этой бежевой футболочкой. Тоже, мне кажется, будет очень даже стильно. И последнее, что я вам покажу. Надеюсь, что это точно просвечивать не будет. Вау, ну блин, какая большая маечка. Смотрите, какая она огромная. Хотя, возможно, сидеть будет хорошо, но мне кажется, что она большая прям. Это реально S. Да, это S. Но почему-то она выглядит как M. Она очень большая. Но посмотрим, надо еще мерить и смотреть уже на себе. Если честно, не в восторге. Я уже чувствую, что эта штука будет на мне болтаться. Базовая вещичка в гардеробе на каждый день. Изначально мне показалось, что она просто огромная. Но на самом деле нет. Плотная ткань, ничего не просвечивает. Мне очень-очень нравится. Цвет такой универсальный. Можно под все. Мне нравится. Ставлю просто 5 из 5. Просто лучшие. Вообще, пока не примеришь, нельзя сказать прям точно о своем мнении о той или иной вещичке. И вот так вот сзади. Вроде ничего необычного, но в то же время очень лаконично, стильно и красиво. В общем, на этом все. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то не забывайте ставить лайки. Также обязательно заходите в инфобокс. Там есть две предыдущие распаковки, где тоже очень много интересного. Также все ссылки я вам обязательно оставлю в инфобоксе, чтобы вам проще было найти тот или иной товар. Всех люблю, целую. С вами была Эк Эмили. Пока!